Диагноз ценой в жизнь. У 9-летнего Данила Левицкого сколел с четвертой степени. Больному мальчику срочно нужна дорогостоящая операция. Сегодня родители малыша обратились за помощью в редакцию 1-го Карагандинского. Лечение стоит 20 тысяч долларов и провести его нужно в Москве, а у Синий Левицкий всего 2 тысячи долларов. О больших проблемах маленького карагандинца в материале Миром Гульслакимбаевой. Хоть и Данилу 9 лет, но выглядит он всего лишь на 7. Все потому, что у Данила Левицкого сильное искривление позвоночника, который нуждается в операции, а стоит она 20 тысяч долларов. Данил Левицкий в этом году пошел в первый класс в специальную школу-интернат. Учится на отлично. Каждый день старается порадовать маму высокими отметками, а маме порадовать своего сына нечем. На сегодняшний день собралось всего 2 тысячи долларов, а причитается 20 тысяч. По словам Марины Левицкой, искривление позвоночника у Данила произошло в 4 года, когда местные врачи не уследили за здоровьем ребенка. У нас колес четвертой степени. У нас это не врожденное, у нас это приобретенное заболевание. Наши педиатры детские просто упустили. У нас не усваивался кальций в организме, поэтому вот пошло сильное искривление. До 4 лет ребенок не ходил у нас. Ползал на попе. И из-за этого пошло у нас сильное искривление. До этого года у 9-летнего Данила не было никаких ухудшений. А сейчас, говорит убитая горем мама, боли в позвоночнике тревожит ее сына каждый день. У нас пошло изгиб на ручках. У нас неправильная деформация ручек. Грудная клетка у нас нарушена. И потом от факта того, что он не ходил, он ползал на попе, у него пошла вся основная опора на позвоночник. Мама Марина Владимировна даже созвонилась с московскими хирургами. Там дают стопроцентную гарантию, рассказывают родные ребенка. А он сказал, что он дает гарантии, что операция будет успешная, что по истечении 5 дней после операции ребенок будет не загипсованный, он уже встанет на ноги. И по истечении двух недель нас уже выписывают. А Данил ждет, не дождется, когда же он уедет в Москву и вернется оттуда абсолютно здоровым. Я рисовала деньги, и мне сделала операцию. На сегодняшний день у Данила Левицкого нет надежной опоры, кроме его мамы. Что ты плачешь? Не плачешь, что ты плачешь? Все, мама плачет его. Сердце мамы просто разрывается, когда она видит, что ее сын недостаточно счастлив. Ну, очень плохо, конечно, когда такие мысли в голове за ребенка, когда переживаешь, когда думаешь обо всем этого. Прям очень плохо. Я просто не могу этого объяснить, понимаете. Нужно отметить, что им помогают и те люди, которые неравнодушно относятся к проблемам 9-летнего ребенка. Например, Сергей Короленко, услышав о тяжелой болезни и о проблемах семьи Левицких, сразу же приехал из поселка Вольный, в 40 километрах от города. Вот деньги привез на лечение ребенка. У него все будет хорошо. Потому что кто стучится, там он ответит. Это все от Бога идет. Это вот сосед вам пошел. Спасибо большое. У него денег не было, он дал все мог. Спасибо большое. Всегда стараюсь помочь тому, кому операцию требуется. Люди часто не понимают, что если они помогают другим людям, они не только ему хорошо делают, но и выходит, они таким образом откупаются от черной полосы. Вот у человека бывает белая полоса и черная. Если он помог кому-то, ему черная полоса будет меньше. Таких, как Сергей Короленко, помогающих Данилу стать здоровым, очень много, говорит мама Марина Владимировна, что и радует. По словам мамы Марины Владимировны, все боли начинаются под вечер. Иногда даже бывает, что Данила просыпается ночью от боли в спине. Мы не знаем, когда семья Левицких наберет нужную сумму денег. Но надеемся, что есть люди, которые помогут Даниле приобрести счастливое детство. Если вы неравнодушны к проблеме семьи Левицких, вы можете оказать помощь. Контакты вы видите у себя на экранах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok